Трезвость Бойцы, что такое трезвость? Трезвость это естественное состояние человека, данное ему от рождения, при котором он может творить и созидать. Какова наша основная задача? Сохранить свою трезвость. Вольно. Товарищ майор, разрешите обратиться? Домой поеду. Ну что, Евгений, каждый найдет свою судьбу. И знай, трезвость. Знаю, знаю. Основа счастливой жизни. Удачи, боец. И запомни, никто кроме нас. ПЕСНЯ 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 Казак, я ж тебе, Витек, перчатки дал уже на всю бригаду. Казак, Казак, я ж домой завтра. На военные хлеба Витек уходит. Смотри, сюда больше не возвращайся. Вот, посмотри. Я чувствую твои прекрасные отпрыски. Скоро пополнят наши ряды. Чавица будут с нами на нарах. Э, нет, Казак, каким не были, они самые родные люди. Ну да. А если тебе Казак попадут, я думаю, что ты не обидишь. Солнечный круг пойду. Солнечный круг, небо вокруг. Казаков, ко мне. Так, ребят, потом продолжим, хорошо? Казаков, Юрий Викторович, конец месяца подходит. Пора подводить итоги. А что подводить-то, а? План в полтора раза перевыполнили. Мужики стараются. Две смены работают. Так-то оно так, но больно лихо у тебя работа движется. Так это же хорошо. Куча дармоедов на промзоне. И этот хор у тебя поет без перебоя. Это для того, чтобы работа двигалась лучше. Гражданин начальник, нам хор жизненно необходим. Слушай, Казаков, надо что-то делать. Коэффициент убавлять. Что ты им всем по 1,6 поставил? А певцам твоим тогда по 0,5 надо поставить. Гражданин начальник. А что ты хотел? Они песни поют, а государство их кормить будет, что ли? Заботишься о них, переживаешь за каждого. Они за забор выйдут. Так все, забыли про тебя? Юра, очнись. У тебя на воле и родных-то не осталось. А вы моих родных не трогайте, гражданин начальник. Да я к тому, что нет у тебя больше родных. Здесь теперь твой дом родной. И тебе не с ними надо отношения налаживать, а со мной. Есть у меня родные. Не совсем я одинок. Мужиков не огорчайте. А то на производстве плохо скажется. Лесом полем, лесом полем, ветер пролетал. Лесом полем, лесом полем, я давно о нем мечтал. Лесом полем, лесом полем, ветер пролетал. Лесом полем, лесом полем Я давно о нем мечтал Что ж ты такой тяжелый-то, а? Юрок, три с половиной месяца осталось Поймают, накрутят по полной Что ж у тебя спина-то такая костлявая, а? Не могу я больше Сердце изнывает, понимаешь? Дочка у меня там в деревне осталась Тринадцать лет без должного попечения Дай-ка сюда Так За ум браться пора Что-нибудь светлое после себя оставить-то надо Юрок, да я же за тобой на край света, ну Ты ж знаешь А посадят, мы еще на казюных корчах проживем Юрок Я, кажется, в цены наложил Ты б гудок на телефоне-то сменил бы А? Ага О! Заменю Ты, главное, перчатки не забыл? Не забыл, не забыл КОНЕЦ Небесные силы, Велес, взываю к тебе, лесной дух, помоги мне ради добра. Здравствуй, дедушка. Здорово, служивый. Ну, иди, садись, отдохни маленько, а то, Грих, на тебе совсем лица нет. Да вот, дедушка, домой добираюсь. Отслужил, отдал долг родине. Знаю, знаю я твою историю. И куда идешь, и откуда. Дедушка, только вот насчет долга родине, это вилами на воде писано. Так печать стоит, военники. И там черным по белому написано. Так ведь, на заборе тоже много чего понаписано. Только ведь верить всему не надо, Евгений. А вы откуда знаете, как меня зовут? Я много чего ведаю. Только ты не перебивай, а слушай, чего тебе старшие говорят. Родина, вот слово род. Место, где ты народился, где жили твои предки. А у нас страна Аноний, вся в хаосе живет. Бегут люди со своей малой родины, и никакими ж пьяниками их не остановишь. Эх, на вот. Сделай. Глоток. Отведай. Да не пужайся. Ни алкоголь, ни отрава. Путварь волшебный. Ты сам поймешь, как тебе жить далее. Спасибо, дедушка. Все только начинается, Евгений. Ну, ладно. Иди, ступай, спасай свою малую родину. И помни, трезвость – основа счастливой жизни. С smell is full of money. Э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э-э! Что? Вы достали, казачки? Да есть немного, да лечи нам ещё! В общем так, берите сундук и закапывайте его в землю Горькиши. Будет наследием нашим потомкам. А? А кучке-то ничего тебе идёт? А? Ну да, идёт. Куда идём-то ты хоть знаешь? Так, нам туда! Здорово, старч! Здоровее видали! У коня педаль! Да ты старый грубиян! Ты сначала посади, накорми, напои. Могут вас ещё и спать уложить? Шали бы вы от Седова, охальники, по добру да по здорову чистым полем, чтобы духу вашего тут не было! Ну что ж, не хочешь по-хорошему, будет по-нашему, а? Сиплый, снимай котелочек. Не сметь! Ты чё, больно, дядя? Драться, что ли? Иди сюда, моргаловый граньки! Ах! Ах! Ты чё? Горзый, да? Ты чё, обалдел, что ли? Э-э-э-э-э-э? Ну больно же, а? Ну чё ты делаешь-то, а? Думаешь, сыщешь дочку? Кинется она, на отца самородка! Обниматься почнёт! А вот эту, видал? Чего? Сейчас я не так... Мама же! Ты что делаешь? Любовь, ее заслужить надо, но ее годами взращиваю. Я тебе говорил, Околотень, не подпою душу, Варина. Спасибо, дядя, за угощение, за хлебосолье. Бить нас не надо, мы все поняли. Уходим. Умному ученье, а дураку палка. Слышь, Сиплый, ты про старичка этого никому не говори. А вечером я узнаю, озвонюсь, пробью. Авторитет, видимо, какой-то. Все про нас знает, а, зараза. Я знаю, где зарыто сокровище. Я готов поделиться. Хочешь золотой монеты? Ну так пойдем, пойдем, пойдем. Сиплый, а ты куда? Пойдем. Пойдем. Ты давай-ка дурака не валяй. Нам от вас фрунта отбиваться нельзя. Так, идем. Туда. Пойдем. Пойдем. Жень, тут такое дело. Я тебе сейчас объясню все, Жень. Да тут и так все понятно. На, держи, это тебе. А от тебя лучший друг. Я такого не ожидал. Жень, ну мы же с тобой лучшие друзья. Да не друзья вы мне. Пьянь подзаборная. Нет, а че мы загрустили, а? Свадьба же на носу. Приходи, свидетелем будешь. Ну лучше друг же как-никак, а? Я не понял. Жень, а кто проставляться за пресс будет, а? Возьмите, уважайте. Водка существует, существует спирт, этиловый этанол. То, конечно, мы сегодня вам расскажем, где и как это применяется в медицине для того, чтобы спасать людей. Здравствуй, мама. Начнем с Женя. Родненький. Приехал. Ой, как возмужал. Давай. Ну как ты, мам? Ничего. Управляюсь по хозяйству. Давай, присаживайся, сыночек. Присаживайся. Слушай, мам. Слушаю. А ты почему мне про Ромку с Аленкой ничего не рассказала? Как-то язык не поворачивался. Ну давай, сыночек, садись. Давай я тебе, сыночек, самогоночки налью. Говорят, помогает. Она ему приснился, а водку он изобретал. Давай. Давай, выпей. Только трезвая Россия может стать великой державой. Господи, всего же не помоги. Господи, спаси. Мать, ты как не понимаешь? Ты же людей этим травишь. А ну вон из дома! Уходи! Уходи, сказала! Уходи отсюда вон! Ты не мой сынок! Мать, ты чего? Убирайся вон! Похоже, праздник начался. Песни поют. Мы пойдем, и баба и свето. Ага. 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 Самый волнительный момент в моей жизни. Песня. 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 Я отдам ей всю свою любовь. Любовь. Всю свою любовь. Увыечка, родненькая моя. Дай я тебя обниму. Дяденька, вы что, дурачок? Вы с чего решили, что я с вами обниматься буду? Мужчина, а вы по какому вопросу? По важному. А вы кто такой? Вообще-то я директор этой школы. Главный значит? Ну как бы да. Главный значит. А вам помощь нужна? Помощь нам всегда нужна. Пройдемте ко мне в кабинет. Давайте-ка. Вы знаете, в школе-то осталось всего 33 человека. На ремонт денег не выделяют. Устраивают нам проверки какие-то постоянные. Еще немножко, и нас, наверное, совсем закроют. Здравствуйте. Здравствуйте. Познакомьтесь, это заместитель по воспитательной работе Елена Владимировна. Юрий Викторович. Мы, пожалуй, с Романом Михайловичем поможем вам с ремонтом. Ну, очень хорошо. Замечательно. Елена Владимировна, смотрите, какого золотого человека мы нашли. Ваш друг там яму копает. Молодец, а, геолог? Он же геолог. А? Это что? Все твое богатство? А ты чего, хотел сразу золото найти? Тут надо поработать. Я серан-геолог. Не нравятся они мне, Сергей Владимирович. Такого днем согнем, ты слышишь? Подозрительные какие-то. Ну, молодец, а. Один с лопатой яму копает. Второй перчатки строительные не снимает. Да, кстати, а что это вы в перчатках-то ходите? Так это ожоги на предприятии получил. Детей пугать не хочу. Сразу видно, трудяги. Ну, вот только, знаете, у нас немножко с финансами проблемы. Мы... Мы... Ну, так мы вам так сделаем от чистого сердца. Бесплатно. Нам бы чего-нибудь покушать и поспать где-нибудь. Вы что, благотворительная организация? Ну, типа того. Здравствуйте. 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 Опять что-то произошло? Да с мамой поругался. В смысле, что произошло? Вы не из отдела по делам несовершеннолетних? Нет-нет, я с армии только пришел. И сейчас вот работаю еще. Прошу вас. Садитесь, молодой человек. Прошу. Я... Я чаю сейчас поставлю. Как замечательно. Это... Это прекрасно, прекрасно. У нас как раз катастрофически не хватает преподавателей. Вы, прошу, какие предметы хотите преподавать, а? Ну, могу БЖД, физкультура. Бог, Бог услышал мои молитвы. Вас, вас нам как раз и не хватало. А хотите, хотите, я вас яблоками, яблочками угощу? С моего огорода. Своих. А я могу еще с торжем поработать? Мне просто очень деньги нужны. А-а-а! 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 На, держи! Вот наши детки. Они немного любят пошалить. Аккуратнее, а! Давай, подавай уже! Кстати, самый тяжелый класс. Давай, я готова! Но зато очень любит спорт. Все лето они тут играли в баскетбол. А-а-а! Так что... Саня, аккуратней давай! Знакомьтесь, а я пойду. Здравствуйте! Ребята, когда с вами здороваются, надо тоже здороваться. А вы наш новый учитель, что ли? Как вас зовут? Зовут меня Евгений Александрович. И сегодня я бы хотел с вами поговорить о вреде алкоголя. Да мы мелкие вроде все, нам нельзя. А вам часто в армии по голове попадало... Бывало, конечно. Кстати, очень заметно. Ребята, десантник это такой специально подготовленный боец, который с помощью физической подготовки может справиться с 50 и более противников. Мне что-то не верится, что вы всю нашу школу сможете одолеть. Кажется, вы нас обманываете. Да, как-то нехорошо. Сколько у вас в школе? Человек 70 наберется. Ну давайте, собирайте всех. Ну тогда 12-30 около школы. Хорошо. Сегодня в нашей стране отмечается День Учителя. Учитель всегда считался образцом подражания и был примером для подрастающего поколения. Цветы расцветают, когда учитель радуется. Руслан Андреевич, может, хватит уже? И, ребята, погодите немного. Нашу школу хотят расформировать. И из-за вашего отношения к учебе и преподавательскому составу в нашей школе никто не желает работать. И у нас очередная замена. Хочу представить вам вашего, нашего, вашего нового преподавателя Анну Сергеевну Филатову. Анна Сергеевна закончила педагогический институт. И я надеюсь, что благодаря ей вы научитесь очень красиво говорить и выражать свои мысли. Правильно я говорю. Руслан Андреевич, руку уберите. Конфликт не надо создавать. А, да. Анна Сергеевна с завтрашнего дня приступает к занятиям. Я надеюсь, свершится чудо. А это что еще такое? Ребята, и вправду чудо. Смотрите, отбитый приехал. Бей его. Ты что, конфликт создаешь? Ну, десант. Больно, шоу. Между прочим, это наш новый физрук. Ну, что же делаете? Это ж дети. Все, хорош, хватит. Ты победил, твоя взяла. С сегодняшнего дня меняем свое отношение к учебе. Уважительно относимся к преподавателям и ко всем людям. Как это? А вот так вот. Начинаем здороваться со всеми. Первыми проявляем уважение. А со следующей недели начнете ходить в школу в костюмах. А девочки в школьных формах. Че за дела? Зачем это нужно? Так не пойдет. Ты че конфликт создаешь? Все, что вам предлагается, прошу заметить, для вашего же блага. И не обсуждается, а принимается как нечто необходимое. И выполняется беспрекословно. Вот, значит, как, да? Вот так вот. Ядя Юр, а что вы делаете? Крашу. А давайте мы вам поможем. Что-нибудь красивое нарисуем. А тебя, девочка, как зовут? Лида. А маму как зовут? Таня. Иди-ка сюда, Лида. А мою маму тоже Таня зовут. Ну тут у многих мам Таней зовут. И имя тогда популярное было. А давайте-ка, девочки, вот что сделаем. Позовите-ка сюда всех девочек, у которых мам Таней не звать. Ага. Рисовать будем. Катя, маму Таней зовут. Ага. Маша, маму Таней зовут. Понятно. Тебя? Виктория, мама Татьяна. Ага. Екатерина. Маму как? Маму Таней зовут. Александр. Маму Таня зовут. Слышь ты, милированный, шел бы ты отсюда уроки учить. Ой, тихо-тихо-тихо-тихо. Девочка, ты чего плачешь-то? Злой вы, дядя Юра. Я вас боюсь. Да ты меня не бойся. Вы же мне теперь как родненькие. Так, давайте-ка. Все. Вперед. За работу. Тихо-тихо-тихо-тихо. 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 Дети, ну бойся, родная! Всё получится! Елена Владимировна! Елена Владимировна! Посмотрите, какую красоту мы нарисовали! А это ведь всё дядя Юра придумал! Такие вещи недопустимы в учебном заведении! Елена Владимировна, давайте оставим! Ну, пожалуйста! Это же красиво! Я сказала, нет! А вы, дядя Юра, прекращайте своё художество! Я так подозреваю! Елена Владимировна! А вы замужем? Я не обязана отвечать на этот вопрос. Знаете ли, вам бы мужчину найти? В вашем-то возрасте вредно без мужчин обходиться. Ну, выбор-то не вели. Ну да. Вокруг либо алкаши, либо проходимцы, либо неадекватные, типа вашего приятеля. Так что уж лучше одной. Стену закрасить? А вы, Роман Михайлович, если вы ещё хотя бы один цветок пальцем тронете, оба в зашеи школы вылетите! Хорошо поработали, Юрий Викторович. Ремонт получился на славу. Да ладно! Что уж тут? Язык общий нашли с детьми. Это самое главное. Мы с Еленой Владимировной подумали, а может вам кружок какой-нибудь организовать там? Художественная самодеятельность? Художественная самодеятельность? Художественное творчество? Ну, стоит подумать. А что тут думать? Мужской энергии детям не хватает. Бабы одни вокруг. Женщины. У кого убили, у кого посадили, у кого развод. И так по всей стране. Хаос творится. Ну, знаете, пожалуй, возьмусь я. за это дело. Елена Владимировна, у нас хорошая новость. Роман Михайлович и Юрий Викторович будут заниматься с детьми творческой самодеятельностью. Оформляйте документы. Да, кстати, с документами проблема. У нас, знаете, на прошлом предприятии, где мы работали, пожар был очень сильный. Все сгорело. дотла. Мне кажется... А когда кажется, креститься надо, Елена Владимировна, вы не беспокойтесь. Мы все отработаем безвозмездно. Во славу Божью! Дети – это святое. Дети – это святое. Ледим, ледим! Пойдет разворошит и вместе согрешит С той девочкой, которую давно влюблен С той девочкой ушла, с той девочкой пришла Забыть ее не хватит сил Владимирский Централ, ветер северный Дядя Юра, а почему Владимирский Централ? Ну, место есть такое, тяжелое Во Владимирской области Не дай бог вам туда попасть А почему ветер северный? Так холодный же, ну Давайте все вопросы потом Вперва дослушаем песню, а потом задавайте, хорошо? Да, конечно, хорошо Понимаете, это сердцем почувствовать надо Владимирский Централ, ветер северный Этапом из Твери Ориентировочка на этих друзей пришла Сбежавшие зэки вывалили правы Что будем делать? Что делать? Подождем, все само встанет на свои места Знаешь, Сиплый Никак не пойму Которая из них моя дочь Сон приснился Бегают все вокруг меня Папа, папа, кричат И этот С милированной головой Тоже Папа, папа Говорит Так ты родительское собрание сделай Там узнаешь свою Танюху Так ты Гений Сиплый Это мне наш друг Из сказочной страны сказал Так это у тебя чего? До сих пор глюки, что ли? Не Отпустила уже Итак, ребята Сегодня я бы хотел с вами поговорить о трезвости Евгений Саныч, мы седьмой урок талдычим про эту трезвость Другие темы есть? Нет, ребята Трезвость сегодня очень важная тема Иначе Нам всем придет кирдык Это как? А вот так вот Если пьянство будет продолжаться На этой земле Больше не останется ни одного человека Он ненормальный Ненормальный Поблемый 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 Итак, ребята, что такое трезвость? Трезвость – это состояние человека, данное его отрождение, данное, которому он может творить и созидать. Какова наша основная задача? Сохранить свою трезвость. Здравствуйте, дети. Молодой человек, уберите ноги с парты и встаньте, пожалуйста. Не надо мне указывать, что мне делать. Я сам решаю, как и что мне надо добиваться и что мне сделать. Устроили здесь непонятно что. Это что мы устроили? Нарядили всех, как клоунов, и камеры развесили. Живем непонятно где. Но это же не я придумала, я всего лишь учитель. Вы здесь не так давно? И надолго ли? Это моя школа. Что хочу, то и делаю. Что случилось, Анна Сергеевна? Тихо, тихо, тихо. Успокойтесь. Ноги убери со стола. Евгений Саныч, вас снимает скрытая камера. Совести нет у вас. Ни уважения к старшим, ни чести, ни достоинства. Человеку может быть тяжело на первых порах, а вы себе такое позволяете. Анна Сергеевна, справитесь. Здорово, дядя Саша. Трезвый десант к нам пожаловал. Здорово, Женя. Присаживайся. Присаживайся. Я слышал, тебе в армии всю башку отбили. На, хлопни рюмашку. Я не отравляюсь. Вот, значит, как. Помолчи, Антон. С чем, Женя, ты пришел? Рассказывай. Тядя Саша, я по поводу племянника вашего, Кирилла, пришел поговорить. Жаловаться пришел. Это вас так автоматные рожи там в армии учат? Слышь, рот за кольцом, пока я тебя прям здесь сломал. Тихо, тихо, тихо. Женя, успокойся. Так в гостях себя не ведут. Дядя Саша, я вот смотрю на это все, и как-то погано становится. Помнишь, я когда ребенком был, на лыжах катался, с горки упал и руку сломал? Ты же мне тогда сразу кольц вправил. Ты премьером для нас был. Все-таки призер Советского Союза по самбо. А сейчас-то что? Ты посмотри, кто тебя окружает. Че тебе не нравится? За последние пять лет в деревне от тысячи шестьсот человек осталось. Еще чуть-чуть и все. Не будет родины нашей. Ладно, Женя, иди. Насчет племянника я поговорю. Сюда, подошел. Дядь, ты че? Ты че, сынок, вытворяешь? Хорош, ты че? Хватит. У вас сейчас нормально все с учениками? Ну, нормально. Отношения вроде с учениками налаживаются. Здравствуй, Кирилл. Евгений Александрович, мне кажется, чтобы добиться расположения детей, нужно не только дисциплина, строгость и жалобы. Мне кажется, нужна и любовь, забота, доброта. Ну, и что вы предлагаете? Слушайте, а может быть, в поход? В поход? А что можно? На месте. В одну шеренку встаем. Отрабатываем прием. Анна с Сергеем, курку снимаем, выходим. Подержи. Выходим сюда. Так, смотрим. Это наш противник. Он на нас выходит. Коп, ноги вошли, бросили. Ногой зафиксировали. Далее добивание. Или удушающий. Ну что, поехали? Так, Саня сюда. С Ильей. Так, вы сюда. Давай, погнали по очереди. Давай, нападай. Так, девчоночки, давайте. Не-не-не-не. Давай-давай-давай. Молодец-молодец. Все, закончили. Пошли. Пошли. Открыли. Аккуратней. У нас, похоже, большая любовь намечается. Отбитый, кажется, совсем отмороженный. Такой холод, он в водной тельняшке ходит. Евгений Александрович, а вам не холодно? Да нет, нет, я же каждое утро ледяной водой обливаюсь. Так что мне не холодно совсем. Может, все-таки куртку дам я вам? Да нет. Слушайте, Анна Сергеевна, может быть, пока детей рядом нет, на ты перейдем? Хорошо. Женя, а ты почему в город не едешь? Ну а что там делать в городе этом? Посмотри, какая красота. Деревья, простор, свежий воздух. Только здесь можно стать счастливым. Да и низко это как-то, с родного края уезжать. А откуда такая любовь к родине? Это нас командир научил. Родину нашу любить. Бойцы, шире шаг. Товарищ майор, вы не замерзли? Разговорчики рядовой. Отделение на месте. Буйсков, марш! Особая благодарность рядовому Чабайкину. Родина! Родина! Ну-ка, давай вперед! Вперед давай! Отделение на месте! Стой! Направо! Бойцы, перед вами противник Упор лёжа принять, окопаться Окопаться Упор лёжа, я сказал, упор лёжа Я заставлю вас, сынки, родину любить Вы у меня землю зубами грызть будете Прижиматься к ней, как к мамке в раннем детстве Вот уедем мы с вами, Анна Сергеевна Кто любовь к родине детям прививать будет Вымирает всё вокруг От деревни уже ничего не осталось Вот проснёмся мы с вами однажды А России нет Пропили Вокруг один Китай А вы мне не лапшу на уши вешаете? Да кто же такими вещами шутит? А что делать? Родину поднимать надо, детей рожать Воспитывать Раньше в семье по семь детей было Вот вы как на это смотрите? Я вам что, инкубатор? Анна Сергеевна, так-то я ничего не предлагал ещё? Так и соблазнит нашу красавицу Могёт отбитый, ничего не скажешь Вот это да! Кирилл, ты чего? Привет, Татьяна Привет Что хотел? Если ты хоть одну бутылку продашь водки Я твою богадельню вместо с тобою сожгу Саш, ты чего? И всем передай, что сухой закон с этого момента Кто-то выпьет, дело будет иметь со мной Ты хорошо меня поняла? Ну и отлично А детки-то ваши, знаете, молодцы Игрушки лепят, в шашки играют Даже красить помогли Так они от вас без ума Так-то оно так, конечно Только есть у меня к вам вопрос Один Тут 13 лет назад Татьяна жила Такая симпатичная Голубоглазая Буренетка Даже ребенка родила такого вот маленького Дома у нее на краю деревни стояла Так это Таня Куромшина? Да, Куромшина, точно Где она сейчас? Так она уехала Дочку ее насмерть сбила машиной Дочке ее три года было Пьяный водитель выехал на дорогу и сбил К родственникам уехала Подальше от своих воспоминаний И прижилась, видимо, там Дядя Юра, нас ругать будут? Не будут Уезжай я Как это вы уезжаете? Зачем? А как же мы? Дядя Юр, не уезжай Ты же нам как отец родной стал Юрий Викторович Садитесь, пожалуйста, на минуточку Ну как, родительское собрание? Все счастливы Я умываю руки Не торопитесь Там соревнования объявили Про межшкол У нас физрук спился Готовить детей некому Вся надежда только на вас Прошу вас, ради детей Ну разве Только ради детей? У них там новый физрук Десантник Дети его отбитый Называют Похоже, очень серьезный подход Вот, возьмите положение Разберемся Дядя Юр, вы что, уходите от нас? Дядя Юр, а как же мы без вас? Куда ж я от вас дедусь-то? Родники, юбари! Роман Михайлович, вы зачем ямы вокруг школы копаете? Что вы ищете? Вы же все клумбы вокруг школы перекопали Вчера вон пятиклассник в яму провалился Сиплый, канай сюда Маза есть Как вы сказали? Я сказал Роман Михайлович Подойдите сюда, пожалуйста Общение имеется Обстановка Очень напряженная В соседней деревне Появился новый физрук По кличке Отбитый Мерзавец, видимо, еще тот Я так понимаю, силой мы их не возьмем Зато возьмем Умом! Каким умом? Ты глупая, что ли? Глупом! Дядь Юр, я вас боюсь Асенька, родненькая моя Ничего не бойся Все будет хорошо Раз, два Все, на маты встаем Значит, показываю приемы Самый простой прием в борьбе Это уход за спину Что для этого нужно? Потанк за руку Второй помогаем Гоп редко перевернули Понятно, да? Шагом марш Левой, правой Левой, правой Левой, правой Левой, правой Левой, правой Левой, правой Налево Да С этим у нас тяжело Мирно Вперед Шагом Марш Левый Левый Раз, два, три Левый Левый Раз, два, три Левый Левый Раз, два, три Жить 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 Послушай, Ольяна Ты можешь что-нибудь повеселее, а? Ну, такое бодрое, доброе, а? Позадористее Районы, кварталы Жилые, массивы Так, стоп Нужно песню про родину Про родной край Чтобы душа развернулась Ну, Саша Мужчину из тебя сделаю Красавец Лидер Всех за собой поведет Мам, привет Ой, Женя Ой, радость-то какая, сынок Сынок вернулся Жень, прости меня Да это ты меня, мам, прости Сам виноват был Знакомься, это Аня Моя будущая жена Радость-то какая Я думала, сына потеряла А тут и сноху приобрела Неожиданная новость, конечно Но я, в принципе, согласна Пойдемте в дом Я компоту наварила Пойдемте, пойдемте домой Друзья Мы рады приветствовать Наших друзей из соседней школы Так сказать, из соседнего села Поприветствуем их И на этом объявляю наши соревнования Открытыми Наши соревнования пройдут в три этапа Первый этап Творческий Второй этап Строевая подготовка Третий Волейбол На этом Объявляю наши соревнования Открытыми Моя Россия Моя страна Ты так красива Во все годы времена Моя Россия Мои друзья Дает нам силы Мы вместе Одна семья Солнечный круг Небо вокруг Это рисунок мальчишки Нарисовал Он на листке И подписал В уголке Пусть всегда Будет солнце Пусть всегда Будет небо Пусть всегда Будет мама Пусть всегда Буду я Браво 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 Друзья По итогам Нашего Первого этапа Выиграла Команда Гостей Похлопаем Итак Мы приступаем Ко второму этапу Строевая Отделение Равняйсь Смирно Вперед С песней Шагом Марш Пусть солдата Выходной Пуговицы в ряд Ярче Солнечного дня Золотом горят Равняйсь Смирно С песней Шагом Марш Го-стоп Мы подошли Из-за угла Го-стоп Ты много На себя Интересный у вас подход Шансон Любите? Отставить песню По итогам Первых двух Этапов У нас получается Ничья И я объявляю Третий этап Болибол Зелену Владимировичу Зелену Владимировичу Давай Санёк Давай Держись Я в тебя верю Ну давайте ребята Не подведите санек ну что ж ты саша 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 сашенька что с тобой ну что с тобой очнись пульс есть живой живой друзья связи с с плохим самочувствием капитана команды наших друзей соревнование переносится на весну саша давайте по весну по итогам соревнований у нас объявляется ничья а еще товарищи у нас наш новый физрук евгений николаевич приготовил вам сюрприз сюрприз прошу на построение всех на построение ребята вологодская компания родной лес предоставила нам саженц огромное спасибо что к нам присоединились ваши родители сегодня каждый из нас посадит свое дерево давайте похлопаем у нас хорошая новость жители нашей деревни протрезвели у них проснулась совесть и сегодня они вместе с детьми будут сажать деревья я люблю тебя жизнь что самол по себе или нова я люблю тебя жизнь я люблю тебя снова и снова вот уж окна зажглись я шагаю с работы устала я люблю тебя жизнь и хочу чтобы лучше ты стала мне немало но шире земли и равнина морская мне известно давно бескорыстная дружба мужская а и как я счастлив что нет мне покоя есть любовь у меня жизнь ты знаешь что это такое жизнь ты знаешь что это такое и как поют соловьи полумрак поцелуй на рассвете вы возвращаетесь папа юра куда ж я теперь от родной семьи то уйду а от еще от много таллин от adults бац и но в звери Замечая жизнь, ты помнишь Солдат, что погибли, тебя защищая Так лекой и вершись В трубных звуках весеннего гимна Я люблю тебя, жизнь И надеюсь, что это взаимно Как лекой и вершись В трубных звуках весеннего гимна Я люблю тебя, жизнь И надеюсь, что это взаимно Ну что там? Ну-ка, что там такое? Люди, берегите землю Ухаживайте за ней Возделывайте Любите ее Помните, что это самое главное богатство, которое у нас есть Живите дружно Уважайте старых Обучайте молодых Помните То, что вложишь в детей В том потом и будем жить Цените окружающих Помогайте друг другу Ибо сила русского народа В ее сплочении Понятно Ян Пугачев Хороший такой замес получился Однако Работы на руси И что видимо-невидимо Слышь, Сиплый Не накрутят, надеюсь Там на нас письмо Благодарственное написали Освобожусь Буду детьми заниматься А мне вот наш сказочный друг рассказал Где сокровище Пугачева Шестнадцать телек золотых червонцев Тебя че? Не отпустило еще? Но зато я знаю, где сокровище Ну и где? Под водой Величавы просторы Руси Необъятны Много светлых людей Где-то рядом живут И сказать по секрету Хотим вам, ребята Тот, кто лесом не ходит Те поем войдут Двое зэков, сбежавших с неволи Не побоявшихся горестной доли Полем рванули, жизнь поменять Им на закон совсем наплевать Дембель Евгений отбитый слегка Вот уж судьба у него нелегка Трезво нас все после службы глядит Полем домой добраться спешит Полем дорога нелегка Полем идти ищи дурака Полем пройти зовет без народ Каждый найти должен день его рост Полем дорога нелегка Полем идти ищи дурака Полем пройти зовет без народ Каждый найти должен день его рост У казака это главный язык Дочка на воле без папы пока Где она, что с ней он точно не знает Верит, что встречу судьба обещает Старец встает на пути беглецов Пробует теплый отвар мудрецов Мальчик привидится как наяву Клад предлагает найти он ему Полем дорога нелегка Полем идти ищи дурака Полем пройти зовет без народ Каждый найти должен день его рост Полем дорога нелегка Полем идти ищи дурака Полем пройти зовет без народ Каждый найти должен день его рост Тембель Евгений до дома добрался Полем он шел, ничего не пугался Только в деревне творится беда Скоро от пьянки исчезнет она Подвиг готов наш боец совершить Личным примером порог победить Трезвости нормы в деревне заложит Ну а любовь ему в этом поможет Полем дорога нелегка Полем инфири ищет дурака Не каждый возьмется за тяжкое дело Чтобы спасти свою душу и тело Полем дорога нелегка Полем инфири ищет дурака Не каждый возьмется за тяжкое дело Чтобы спасти свою душу и тело Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok